Расскажи про церковь. Импульс был негасиен. Да всё, сказала я. Церковь — это самое тёмное место, которое очень сильно вас ограничивает. Но мы её создали специально, чтобы причину в себе не видеть, ходить туда. Тёмное место там, отрицалово там вообще жёсткое. Там такие границы и рамки, которые не позволяют вам вообще нормально жить. Ещё и ходить, жертвы себя чувствовать. Понимаете, они там постоянно вам навязывают, что вы вечно в грехах, родились в грехах, природный грех. Навязывают постоянно стыд, вину. Короче, церкви выгодно, чтобы вы были жертвами. Церковь уже давно перестала быть чем-то таким светлым и радостным. Церковь, да, мне кажется, изначально, это же бизнес офигенный. Как вы это не видите? Если вы даже верите в Бога... А я верю в Бога, потому что Он и есть я, играющий в наших, во всех скафандрах. Мне не нужно идти кому-то платить, брать икону, на неё молиться, лоб расшибать, делать вот эти внешние атрибуты, чтобы эту веру поддерживать. Я могу и сама, наедине с собой, дома обратиться к себе. Ну или к Богу. Неважно, Он и вовне, и внутри, и снаружи, Он везде. Я могу обратиться с любой точки. Мне для этого вот эти вот атрибуты не нужны. Там идёт отрицалово полное. То есть что они делают с вашими мозгами. Но, с другой стороны, это тоже очень хорошо. Мы не просто так ограничиваем, мы так себя познаём. Как себя познать? Вот если мы бесконечность бесконечная, мы себя не познаем. Нам нужно определить какие-то границы, которые мы можем пощупать и потрогать, и тогда мы себя можем обозначить. И мы всему в этом мире создаём границы, формы, размеры и так далее, для того, чтобы изучать. Если это всё растворится в ничто, то в безграничность этого мы не сможем это пощупать. То есть ограничения нам нужны для того, чтобы себя изучать таким образом. Церковь — это тоже ограничение для изучения какой-то нашей тёмной стороны, ну неопознанной. Это тоже хорошо. Но вот слепо верить, ходить туда и ограничивать себя, когда вы уже знаете, что вы уже переросли это, ну в этом смысла я не вижу. То есть продолжать навязывать себе вот эти шаблоны, быть жертвой, которые нам постоянно там навешивают. Покайся. Ты раба Божья. Мы все рабы. Поняла, что я дочь, а мне внушали, что раба. Да, церковь. Вы рабы. Потрачьте. Меня все кругом зовут в сетевой бизнес. Строить команду. Не могу понять. Вроде бы не люблю сетевой, но там движ и много денег. Но хочется своё, свои таланты проявлять. А сетевой, мне кажется, это не по таланту, это ради денег. Ну хорошо, что так кажется. Ну надо, значит, идти там, где много людей. Просто ты пока своим умом не можешь придумать, куда идти, где много людей. Ты же сама сказала то, что там много людей. Там они все движутся одной какой-то идеей. Там команда. То есть ты хочешь команду, ты хочешь людей, ты хочешь движуху, ты хочешь, чтобы было творчески интересно, но пока ты не знаешь другого способа, как сетевой. Как только ты сейчас задашься этим вопросом, а где ещё люди есть? Какие команды ещё существуют? То тебе мир сейчас подкинет очень много вариантов с этими командами. Не обязательно с сетевым. Может, ты вообще пойдёшь в футбол играть. Меня два года назад звали в футбольную команду играть. Блин, я так хотела, так хотела, не пошла здесь в Москве тренироваться. Просто нужно было три раза в неделю. Я не нашла на это времени из-за того, что жила за границей. Как рассоздавать? Просто осознать и сказать, рассоздаю, типа всё, он просветился. Нет, нет, нет. Рассуждать, осознавать, мыслить, думать. Что скажешь про биткоины? Очень интересно твоё мнение. Вот когда биткоины росли, я на трёх биржах торговала, очень много покупала, продавала, покупала, продавала. У меня было, помните, 5 миллионов евро. 5 миллионов евро? Да, 5 миллионов. Не рублей, а евро. Вот, а потом я сказала, мне такие большие деньги не нужны, мне трясло, мне лихорадило, мне было плохо. Ну, на лоткойнах сделала. Купила там по несколько центов большую сумму этих монет. Они стали там 300 с чем-то долларов, 370 с чем-то, вот, за монету. А я по несколько центов брала. И, короче, заработала очень большую сумму денег. Потом сказала, пошло оно всё нафиг. И я сказала, пускай все рынки нафиг упадут. Тогда биткоин был 30 тысяч, и он упал там почти обратно до 8 или 7 или 6, не помню. Короче, испугалась большой суммы. И я перестала торговать биткоинами. Вот, у меня сейчас есть полбитка всего лишь, я всё раздала. Где-то что-то платила, что-то раздавала, что-то дарила. Короче, у меня полбитка осталось. И сейчас я отдала парню, который на бирже за меня торгует на полбитка. Полбитка – это где-то 800 тысяч. Вот, я ему сказала, так, 5 миллионов делаешь за год, всё, мы дружим. Он там сейчас что-то делает. Самой мне лень торговать. Сейчас, когда я этим увлекалась торговлей на бирже, я просто днями и ночами там сидела. А сейчас, ну, как бы, есть чем заняться, и меня это просто отвлекает, я не хочу. А акции купил и забыл. А вот с биткоинами там играться можно классно. Если на деньги нужны желания, на что мне деньги? То как быть, когда всё есть, и хочешь больше ещё? Как быть? Так, если всё есть, зачем тебе ещё деньги? Не хочешь жить вообще здесь сейчас, наслаждаться жизнью? Не знаю, определись, что ты хочешь. Я же с тебя не знаю, что ты хочешь. Ты похожа на Скруджа Макдака, знаешь, такого смутиков, у которого всё есть, куча денег, ему всё побольше, да побольше. Вот. И в итоге жизнь пройдёт во всякой фигне. Я даже не знаю, как сказать. У меня всё есть, я хочу много денег. Мне вас жаль, потому что на вашем месте я бы захотела бы научиться любить, быть счастливой, ощущать радость, чтобы было комфортно, заниматься творчеством. Вот. Я бы не хотела такой участия, как у вас, поэтому мне реально жалко жить ради денег. Церковь и брокеры одно и то же. Возможно. Церковь, но забирает силы у людей. Ненавижу церкви. Ну, жертв-то вдохновляют, конечно же, хоть как-то жить. Потому что когда у людей всё плохо, и они не знают, куда идти, они идут в церковь. Хоть какая-то миссия у них есть. Вот. Но так как сейчас мир начинает просыпаться, и уже каждый там десятый начинает говорить о том, что алё, блин, мы спали всю эту жизнь. И это тоже было хорошо, потому что мы проходили определённый опыт. Сейчас мы увидели, что приводит сон. Когда мы живём и спим, ну, ни хрена не видим, что вокруг происходит, как марионетки. Люди сейчас начинают просыпаться, и всё больше и больше уже от этой церкви начинают отходить. Но она тоже нужна до тех пор, пока существуют люди, которые живут в позиции жертвы. Таких людей очень много. Если взять всю нашу планету, я не знаю, даже 10%, даже 5, наверное, процентов не наберётся людей, которые начинают просыпаться, которые начинают осознавать, что они творят. И что творят именно они, а не кто-то там. И что-то просить кого-то, перекладывая ответственность за свою жизнь на кого-то, уже не нужно. И таких людей очень мало. А куда остальному миру себя девать? Если весь остальной спящий мир некому будет контролировать, то есть государство перестанет контролировать людей, корпорации перестанут контролировать людей, церковь перестанет контролировать, эти люди сами себя же и убьют. То есть эти люди, которые не проснулись, им пока нужно, чтобы ими управляли. Но они просто лоб расшибут. Вот знаете, пастух нужен для овец. Знаете, для чего? Не потому, что пастух такой плохой. Да овцы просто воприв все попрыгают и все, и сдохнут. Понятно, что пастух этих овец спасет для того, чтобы потом шкуру содрать и сожрать. Но, по крайней мере, продлить жизнь стаду он сможет. У него есть свои выгоды для этого. То есть люди, как овцы. им нужны пастухи в данный момент, пока они сами не осознают, что они в пропасть прыгают. И поэтому церковь это сейчас хорошо. Я не хочу, чтобы она прямо сейчас взяла и исчезла, потому что люди начнут себя, блин, убивать жестко. Им нужна какая-то вера, потому что если они потеряют окончательно веру, в себе её ещё не нашли, а вот потеряют верующую внешнюю, потеряют опору, тогда жить вообще перестанут хотеть. Поэтому всё это тоже хорошо. Видите, оправдали. Оправдали церковь. Церковь, я тебя люблю, поддерживай, пожалуйста, ещё людей, которые нам ещё нужны. будем постоянно потихонечку их пробуждать с вами. Пока они ещё в спячке, живут как роботы, пускай пастухи их держат. Сохраните нам людей, пожалуйста, церковь, сохрани нам людей. Ну, согласитесь же, хорошо. Как же я люблю Нелли, не про церковь. Не, про церковь я говорить не буду, и про церковь рассказываю. Согласна, когда я сказала, что говорить не буду, я уже ушла на другую тему, потом начинаю листать ваши сообщения, когда 10 подряд сообщений уговорили, тогда пришлось рассказывать. Есть такая тема «раскреститься». Не знаю, может быть, слушайте, я даже не слышала. А я, по-моему, крещённая даже, но моего крестика у меня с детства нету, потому что мама сказала, что мы его где-то потеряли ещё в детстве. И я всегда говорила, что я не верю в Бога, я сейчас вспоминаю, блин, надо ещё маму спросить, чтобы она подтвердила мне. У меня такие воспоминания, что в детстве всегда говорила, что я есть всё. Походу, я из будущего к себе в прошлое уже приходила. Я есть всё. И поэтому мне нужно верить в себя. Я прямо в детстве так говорила. Я атеистка, но я не имела в виду, что вообще ни во что не верю. Я говорила, я верю в себя. Вот ещё маленькая была, реальная, в школу ходила, я сюда говорила, я верю в себя. Не надо мне вот этих внешних атрибутиков. Прикольно. Получается, реинкарнации и кармы тоже нету, но с моим мировоззрением здесь сейчас для меня нету. Церковь нужна людям, не верящим или не знающим, что причина всего в жизни они. И ты сам. Да, да, да. Согласна. Церковь пускай их сдерживает от самоубийства хотя бы. Церковь это быстрая психологическая помощь. Ну, да, чтобы не упасть в пропасть. Согласна. Как раз об этом сейчас и говорили. То есть они своё дело делают. Нужна церковь, мечеть во что-то же. Надо верить. В себя надо, да. Но пока они об этом не знают, пока спят, пускай верят. во что-то иное. Вообще, 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 вообще бесит. У меня бабушка и прабабушка, вот прабабушка у меня была целительница. Но они такие были богобоязненные. И бабушка, кстати, у меня все бабушки жили, до сих пор вот через слово «Ой, Боже, спаси, сохрани, креститься». Вот всё, что она делает, всё время крестится с утра до вечера. Блин, молитвы бесконечные. И прабабушка у меня была целительница, она лечила народ просто молитвами. И она просто вот что-нибудь скажет, и всё. И человек там прозреет, болезнь уходит, или ещё что-то. Вот. но с утра до ночи там молитвы, молитвы, миллиарды молитв кого-то там просила и так лечила. И вот люди, которые лоб расшибают, вот как моя прабабушка, прям вообще, вот прям реально лоб расшибают люди, молясь, вот, они меня бесят, такие люди. Ну, почему-то это хорошо. Короче, это крайность. А мне плохо становится в церкви, поэтому больше туда не ногой. Блин, напомнили, я когда захожу в церковь, меня постоянно оттуда выгоняют. Ну, как постоянно? Я последний раз была в церкви, когда училась в школе, вот, восьмой класс, девятый класс, я приходила в церковь со своей подружкой. Никогда в жизни бы туда не пошла. Но мы с ней там с первого класса дружили, и она любит ходить в церковь. И она всегда пойдём, пойдём, там просто красиво, там классно поют, а там вот сейчас у нас хор, а там вот светочки. Да просто постой. Я туда захожу, меня просто оттуда выгоняли. Я не могу понять, почему всё время на меня орали. Прям замахивались рукой, помню, последний раз я зашла в церковь. Может, из-за того, что я забыла на голову платок повязать, я не знаю. Короче, на меня поп начал замахиваться и орать матом, чтобы я оттуда вышла. Ну, короче, всегда какая-нибудь фигня случилась в церкви. Ой, блин, как вспомню. И мне некомфортно. Я к церкви подхожу, у меня уже всё, у меня начинает колбасить, типа, блин, это место, где меня заставляют против воли какой-то херни. и бабушка всегда говорила, так, это бесы в тебе, бесы, бесы, бесы бесятся. Вера сплочает людей. Благодаря вере мы выигрывали войны. Подмена понятий сейчас на каждом шагу. Значение раб Божий, не в смысле раб как негр. Ну, давайте, защищайте церковь. Мы уже поняли, церковь нам нужна. Вот. Но если вы осознаете причину в себе и сплочите на этом народ, это будет намного круче. Люди, которые верят в церковь, они не могут управлять своей жизнью, они ничего не могут сделать своими болезнями. И когда ты отдаёшь всю ответственность за жизнь свою на кого-то другого, метафоричного или живого человека, неважно, если ты отдаёшь, то ты сам себя же будешь бить болезнями, чтобы увидеть этот сигнал, что ты сейчас берёшь и отдаёшь всё ответственность за свою жизнь, за то, что ты творишь. Не, вы можете защищать церковь, я только что сказала, что это хорошо, пока для неосознанных людей, которые могут упасть в пропасть. У проигравших войну нет веры. У проигравших войну тоже есть вера, кстати, да, хорошо, заметили. Вот. Ну, на тему религии, говорю, можно же спорить бесконечно, и естественно, сейчас, я почему не хотела ещё в прямом эфире это говорить, но это моё только мнение, и меня просто захейтарят в ютюбе все православные люди будут говорить, какой они суересь. Ну, короче, ладно, готова, я готова, давайте, хейтерите меня, а вы потом зайдёте на ютюб и всем хейтерам расскажете, то, что это вы спите и защитите меня. Я атеистка, но преподаю историю религии, как так случилось, для меня самой непонятно. Да, это же интересно, изучать религии, это интересно, и мне очень интересны веды, мне очень интересно было одно время, я немного почитала Коран, блин, её прям, ну, это интересно для саморазвития, вот, но если собрать каждую религию, каждое знание, каждое учение, собрать в одну единую картинку мира, понимая, что вот каждое звено это маленький пазлик от большой картины, и собрать даже все противоположные части, то вы такую истину увидите, то есть ваше сознание будет расширяться, расширяться, если вы изучаете всё и складываете это, не принимая на веру один отдельный пазл как истину, да, а просто как часть истины, и собирая картинку целиком, вот здесь вот будет настоящее ваше просветление, а не в том, что вы веровали в одну какую-то крайность, и всё. Я считаю то, что в каждой религии зерно истины есть, но это только маленькая часть, одна сама по себе эта часть, ложная, вот свинюшка у меня, вот кто-то видит носик, с ушками, а я вижу хвост вот этот, вы-то хвост этот не видите, у меня точка обзора, вот я вижу хвост, вот хвост это, что там, например, уверовала в веды, пошла там туда изучать, и вот прям вся там, христианин, христианин видит там нос, пятачок, вот эту рожицу, то есть вы в своей вере видите, ну вот такую истину, без жопы, без пуза снизу, без сверху, то есть видите только вот это место, вы как бы правы, да, но так и есть, вот то, что вы видите, оно, ну так и есть, но это не вся картина целиком, вы не видите вот это вот место, вы не видите вот это вот место, вот сверху вы не видите, вот видите, только пятач, может быть даже там уши не видите, каждый прав своей правде, но эта правда сама по себе она ложная, утверждать, что свинья это только пятачок с ушами, это ложь, правильно, но в то же время это правда, у свиньи вправду есть этот пятачок и есть эти уши, а если я буду утверждать, что у свиньи только хвост я буду права я вижу хвост и больше там ничего нет там что-то круглое и хвост я буду права но опять же и одновременно это будет ложь потому что это только часть и вот также каждая истина каждая религия это всего лишь пазлик в общем каждый прав своей правды каждый прав и это правда истина все правды сосуществуют одновременно мы смотрим на свинью каждый видит свое со своего ракурса и эти правды сосуществуют одновременно даже если они противоположные где-то хвост где пятачок да они противоположны но картина вот она истинная точно также взять любую религию они а целой свиньи целой корове но каждая религия описывает только маленький кусочек люди не видят масштабно да только одну точку обзора только одну точку если у вас есть сомнения это хорошо потому что вам нужно сомневаться во всех правдах и в своей тоже и одновременно эти правды все принимать и собирать единую картину сомнение это совместное мнение слушайте людей внимательно принимайте все правды но не на веру и что да а четко понимая что это только пазлик каждого своя правда у меня тоже своя правда и это только пазлик общей картины вашей конфликте у каждого своя правда и не дай бог убедить например бывшего в своей правде а выход просто принять благодарить одну смысла спорить нету конечно принимайте и свое и его мнение причем начните сомневаться в своем мнении и попробуйте найти целое между двумя вашими противоположностями то есть трансформация когда вы отрицаете одну сторону медали а хотите принять другую вы не видите целое в споре вы тоже смотрите на целое он со своей стороны видит а вы со своей стороны видите а вам нужно найти вот это целое если вы найдете это целое что может быть общего у двух противоположностей вы хакните блин сами себя то есть весь смысл находить вот это новое третье и перестать спорить это расширяет может мы и живем только ради одного чтобы себя расширять и познавать познавать все правды расширять свое сознание что я хочу сказать века попросила меня века ради тебя она сказала но на же мой продюсер менеджер директор за все вот решает как что надо делать и она мне сказала короче заканчиваешь каждый эфир не говоришь те кто смотрит на ютюбе меня пожалуйста пальцы вверх можно вниз без разницы главное что-нибудь поставьте напишите комментарий какой-нибудь дайте обратную связь обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик не могу это оповещение вроде все не знаю почему я с этого ржу нелли рвешь шаблон говоря шаблонно да мне попросили ну играть в эту игру так по полной игру в блогерство вот так пальцы вверх что еще нужно подписаться на мой канал лайк поставить и комментарий что еще где книжки курсы всю информацию инстаграме смотрите по ссылке в профиле там у меня все книжки курс у меня сейчас только один по телепатии мы уже курс закончен через неделю и в следующем году пару пару курсов телепатии сделаю меня заставляют да вот что делать никогда так не рекламировала но мне надо не ржите пожалуйста короче мне только один курс на этот год будет больше курсов не будет который можно начать любой момент времени чтобы хакнуть себе мозг вот 25 заданий стоит копейки купите книгу зубы для тех у кого даже нет проблем с зубами и вы поймете очень много вещей кто-то пишет насилие да я себя насилую прям чувствую то понимаете знаете мне ассоциация какая когда я смотрю чей-то youtube канал и когда блогеры в конце горят ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик мне так смешно становится я смотрю на это позерство я уграет думаю вот дебил а сейчас я это делаю тоже и чувствую себя полный идиотка вот у меня прям ощущение такое это не то что скромность да это какая-то тупость мне так казалось всегда блин я сейчас пошла в свой страх быть тупой круто викасти а веревки вьет да она заставляет меня много делать то что я не хочу делать но это приносит очень большие результаты если бы не она я бы не дописала бы книгу зубы если бы не она я бы не выпустила книжку внимание если бы не она я бы вообще хрен бы вот этот курс бы сделала потому что курс который сейчас у меня вышел вот этот за копейки в котором все есть вот вообще все и трансформация и что мир сигналит и болезни и любые ну лишь там пошаговая инструкция решения проблемы вот прям по пунктам первый пункт пока не сделала ко второму не перейдешь никакой каши все вот прям вот так и это все века делала помогал ему под моим руководством если бы не века у меня вообще не было бы этих всех продуктов вот поэтому ради тебя века третий раз нажмите колокольчик вы стесняетесь рекламировать себя или это мое и обо мне ну вы тоже стесняетесь естественно если вы у себя сейчас что-то чувствуете в теле то это ваш я про себя я стесняюсь мне кажется ну не потому что это как-то ну типа стыдно нет у меня чувство знаете какое что это тупо что это тупость говорить людям нажмите лайк потому что люди сами знают нажимать им лайк или нет хотят лайк они нажмут не хотят не нажмут зачем это им говорить вот я вики говорю вика ну зачем это говорить она говорит все так делают и ты сделай это стыдно но она мне знаете что сказала он говорит люди хотят поставить лайк хотят поставить комментарий они стесняются боятся ну написать тебе там что-то в комментарии до спросить тебе какой-то вопрос либо просто там попили чай тебя послушали в машине там ехали они просто мимо пропустили забыли это сделать вот типа это твоя нормальная напоминалочка потому что люди не внимательно не забыли вот сама себя сейчас оправдала да короче нажимайте лайк для тех кто забыл поставить лайк вот для тех кто не хочет ставить лайк не ставьте по поводу теньков еще раз инвестиции кому интересно можете написать в личку мне я вам дам ссылку на открытие брокерского счета либо на карточку теньков тогда вам дадут подарок акции подарят если хотите самостоятельно открыть пожалуйста сами ну как бы мне писать не нужно вот но если хотите подарок можете через реферальную ссылку у меня на этом тоже я бизнес не делаю так мой сын удивил меня мама лайки и дизлайки это внимание и раскрутка канала и он вообще не обижается на дизлайки я учусь у своих детей да я тоже не обижаюсь у дизлайка о дизлайка и у дизлайка тоже раньше для меня вот какой-то дизлайк ну это давно было когда еще реклама занималась на моих видео в youtube по поводу рекламы когда мне стали дизлайки я думала блин ну люди ну вы чё такие тупые вам бесплатно дали в рот положили разжевали я никак не могла понять ну чё за тупость почему вы ставите дизлайками человек распинался потратил время сделал видео денег с вас не просит а вы еще короче его это типа чё зависть что ли такая раньше меня это трогало потом я увидела моим в интернете очень интересный типа если вам ставить дизлайк не обращать на это внимание потому что вспоминать вам нужно у звуков природы 8000 дизлайк я такая думаю как то так набирая в интернете звуки природы начинаю смотреть видяхи лес шумит дождик идет там букашки птички ну звуки природы вода и там действительно 8000 дизлайков на видео это вот до чего люди приколисты да я даже не понимаю их мотива как можно обосрать природу но если они на природу ставят дизлайк понятно что когда ставят мне дизлайки не они ничего не имеют против меня они борются со своими там собственными демом демонами вот со своими борются проблемами это у них там голове не все в порядке вот я тут ни при чем ничего личного и как бы сейчас нормально отношусь если ты мне дизлайк поставил это жест и столько мне внимания уделил а если там негативный комент написал так это вообще ты посмотрел меня тебе ты не нравится но ты досмотрел ты спросил то есть это кайф так что я за комменты любые единственное если откровенно поливает прям говнишкой у меня менеджеры на youtube тоже есть как и здесь в инстаграма они банят человека чтобы он не писал миллиарды гадостей ну зачем это нужно другие в настроении смотрят там вдохновились читают комменты и так как какая-то хрень вот никому она не интересно поэтому блокирует вот прям откровенную хрень кстати на вопросы там постоянно есть ответы на youtube тоже а ко мне эти напоминания не нужны и ставлю когда хочу кому-то кому-то надо кто робот я поняла короче кому-то нужно напоминать кому-то нет лайк это мини рефлексии по поводу биржи когда вы скачаете приложение купите какие-то акции там есть пульс где можно задавать вопросы чат разговаривать каждый трейдер создает чат и telegram где можно следить за позициями что покупает что продает то есть даже если вы новичок вам просто там техподдержка все поможет купить сделать нативно понятно в приложениях вот когда наиграетесь через приложение там через тинькофф банк либо откройте брокерский счет в любом банке где вы обслуживаетесь но я рекомендовала бы либо втб либо тинькофф либо сбер точно нет ну короче вот между вот этими двумя банками и там поиграть а потом уже когда вы поймете где раки зимуют да у вас будет нормальный кэш уже нормально напрямую на бирже торговать а еще я торгую у меня квалифицированный инвестор бумаженция так что я квал ладно все целую пока до следующих встреч